И о спорте. Третий групповой этап турнира «Петро Кап» прошел в Петропавловске. В субботу и воскресенье команды боролись за выход в плей-офф. За играми любителей футбола наблюдала наша съемочная группа. На поле команда «Динамо» они в зеленой форме и сборная сотрудников КНБ в синей. В первой половине матча «Динамовцы» доказали свое лидерство. Они чемпионы прошлогоднего турнира «Петро Кап». Первые 20 минут игры закончились со счетом 4-1. Во втором тайме соперники не смогли реализовать свои планы и забили лишь один гол, а два пропустили в свои ворота. Итог 6-2. Наша команда «Динамо» образовалась еще в далеком 98-м году. Тогда были совсем другие исполнители, футболисты. Сейчас команда состоит из бывших профессиональных футболистов, которые играли в Казылжаре, в Веселие-Богатыре. Уже на протяжении 4-х лет наша команда существует этим костяком. В прошлом году был подобный турнир, но менее, скажем так, серьезный был, потому что команды были чуть послабее. В этом году турнир намного сильнее, намного, скажем так, результативнее, эффективнее. На соседнем поле играют «Таймас» и «Дорожник». Всего в новом сезоне турнира участвуют 27 команд. Три из них из районов. Соревнуются любители футбола и активного отдыха. На этих выходных 11 проигравших сборных вылетят из состязания. Сегодня мы подводим итоги группового этапа турнира «Петрокап». Стоит отметить, что по итогам группового этапа 16 лучших команд турнира выйдут в стадию плей-офф, где сыграют между собой на вылет. По итогам данного этапа будет определен победитель. Стоит отметить, что в этом году турнир показывает очень высокий уровень. Следующие игры будут проходить на футбольном поле 4-й школы и в Парке Победы. Завершится турнир в середине сентября. Победителей ждут ценные призы. Кристина Горбаченко, Тимур Ахматуллин. Новости МТРК.